Познакомились с Сергеем Соленой в монастыре. К этому времени у него уже было трое детей от первого брака. У нее один. Поженились. В 2013 году родилась Таня. Семья приобрела на средство мат-капитала дом в Вичуге. Там появилась на свет вторая общая дочка Маша. Но пожить нормально, считай, не успели. Дом сгорел из-за неисправной проводки. Пришлось переехать в муниципальное общежитие. В котором пьянки, гулянки, крысы бегают. Вот у меня вот по ребенку бегали крысы прямо. Ну, что маленький ребенок, ему еще года не было, а крысы по ним. Нам дали второе общежитие, временное жилье. Но, при первых, когда наступила холода, у нас окна полетели с пятого этажа вниз. В семье выделили делянку. Но строить дом было не на что, несмотря на то, что Сергей брался за любую работу. После этого паншины несколько раз переезжали. Два года работали и жили в хозяйстве Луховского района. Там родилась младшенькая Саша. На 11-м месяце малышке поставили порог сердца. Сделали операцию в медицинском центре имени Бакулева в Москве. Семье пришлось переехать в Иваново, поближе к цивилизации, на съемное жилье. Наблюдаемся. Мы ездим в Бакулево каждый год на обследование. Мы стоим на учете наблюдения у кардиолога. Надо наблюдаться. Если мы уедем куда-нибудь, если будет и хуже, мы просто врачи не даем. За эту двухкомнатную квартиру, по словам Паншиных, они отдают 16 тысяч в месяц. Считай всю пенсию по инвалидности ребенка. Сергей работает, но этого не хватает. Маленькой Саше нужно регулярно покупать дорогостоящие лекарства. Бывают 9 тысяч, бывают по 10, по-разному бывают, какое лекарство назначат. И они у меня еще часто болеют, приходится все это покупать. И памперсы приходится и покупать. У нас еще на горшок никак не ходят. Найти жилье семье непросто. Не то, что выбрать квартиру подешевле. Арендаторы вешают трубку, как только слышат, что родители многодетные. И поэтому мы держимся за это жилье. Из-за того, что больше выбора нет. И хотелось бы что-нибудь свое. Любое. Хоть дом. Потому что по строительству могу. Руки есть, значит можно. Сергей и Алена очень просят помощи у неравнодушных людей. Марина Зейна, Григорий Мартянов, телекомпания «Барс». Марина Зейна, Григорий Мартянов, телекомпания «Барс».